заточка вот такие кухонные ножницы так чуть-чуть надо пониже что ли иногда ракурс не попадает такие ножницы кухонные да они разбираются ну в принципе эти ножницы вот их затачивать можно конечно здесь самый главный момент вот этот вот люфт люфт вот этот люфт значит такой болтик там не болтика шпенек на котором все держится да вот он и вот он такое отверстие вставляется ножницы прижимаются и можете стричь но потом со временем появляется люфт и самое главное его ну я по крайней мере не знаю как подбить здесь какая-то пластиковая вот эта вот штуковина с этой стороны то есть в принципе если его при плющить туда вниз вбить и они плотно сядут все тогда дальше можно действовать но когда у вас есть люфт их тачи не тачи вот но это вот здесь собственно ножницы родственников там я как посмотреть потренироваться что насчет смотрите если если я просто вот так вот режу она зажевывает даже материал не верно ну стоит чуть-чуть так чуть-чуть по прижать и она режет ну материал убегает честно говоря здесь ну туповатые я их точил на другом точили не очень там так это получилось смысле профессионального так сегодня вот эта система twice a sharp для ножниц модель профессионал значит диск здесь 100 грит и полировальный полировальный держит в секрете значит я по их ней методики пифэн шую значит сначала они предлагают вот этот вот красный красный не сапфира ну керамика в общем очень сейчас популярная модная кстати шикарная отчет она ассоциируется там для двух тысяч где три тысячи пишет ну что-то около этого значит здесь очень аккуратненько нужно самое главное в плоскости значит по методике нужно вот это вот чтобы с этой стороны не было заусенцев с внутренней стороны лезвия нужно убрать все все шероховатости значит они убираются это первонаперво особенно здесь возле кончика ножниц чтобы не завалить кромку значит все еще вот это вот убрал вторую то же самое 10 со временем какие-то хотел даже микроскоп тут недалеко но смыслами нету просто вот так вот от руки без масла без ничего так сухим камушком чуть-чуть все вот здесь вот гладко она все так это вы полировается все гладенько но у кромочки чуть-чуть где-то покоцанные где-то как-то так значит хотел одну вещь показать еще вот такую штуку еще приобрел значит вот смотрите это конвексные ножницы точить она в принципе здесь вот это вот держатель точно такой же вот здесь зажим зажимается и угол выставляется здесь вот это точно такой же но есть отличие значит он вот смотрите угол выставили и он вот так вот ходит то есть вы можете конвекс то есть больше вы дальше не дойдете например вот угол там сколько 45-50 градусов поставили и вы вот эту вот поверхность можете вот ходить и полировать понимаете за вперед и вот вот это движение то есть сам конвекс полировать ну у меня еще значит другой станок придет фактически такой же но в чем отличие значит здесь 100 грит и полировальный ну полировальный я уже говорил здесь бумага в нем какие-то вкрапления там принципе он полирует но не так не в зеркало а там вот этот камушек будет 800 грит алмаз и вот этот полировальный но я такой лучше что-то типа фетрового спецпасту полировальную и он уже вот полирует что значит действительно полирует и вот вот эти вот парикмахерские ножницы вот эти с конвексом на 800 грит конечно это ну более щадящий хотя и алмаз вот чем на 100 грит так ну хорошо значит берем одну ножницу так зажимаем так чуть чуть глубже вот они по технологии говорят пол сантиметра там ну хорошо сантиметра так вроде ровненько так теперь угол ну где-то надо 25 градусов должен быть я не знаю такой здесь угол не такой так ну примерно так так теперь мы проверим на запил как у нас будет 25 градусов эти как у нас цепляет да что-то здесь есть угол угол чуть больше почему-то то есть вернее 25 здесь 30 папа здесь отсчет углов по-другому то есть 30 минус 90 это 60 градусов сейчас ставлю а до этого 65 65 маловато просто есть родной угол хочется более-менее в родной попасть так ну вот сейчас близко к родному углу вроде чуть-чуть поменьше но ничего так хорошенько зажата все так идет лучше конечно отметочки делать от туда так четыре раза четыре раза обычно двух кромочка огонь чуть-чуть чуть-чуть вот здесь не проточилась бюджет еще разочек потому что этот есть здесь маркером надо отмечать конечно заусенец есть а вот самом начале не не получил сильно не греется так не вижу всего 10 тоже заусенец есть значит смотрите вот по вот этому по феншую так ну вот можно кромочку посмотреть не знаю здесь видно будет вообще достаточно красивая кромочка такая ровненькая все это быстро вот просто отвлекаюсь показывая так то все это бы быстрее при всем при том что никаких навыков у меня толком нету я буквально там какие то не знаю сколько двое сделал трое ножниц ну для себя для дома значит там вот это вот по феншую по их нему вот этой компании значит мы должны снять эти ножницы но здесь отметить как они крепятся потом вторые заточить и вот этот заусенец вот этими ножницами снять ну мне кажется это не удобно и поэтому я беру их ниже камушек я вот этот вот заусенец от крупного камня я постараюсь убрать единственная проблемка вот здесь вот очень мало места и и здесь нужно как сказать не промахнуться в том плане что чтобы вот в этой плоскости именно не не завалить кромку короче вот этот заусенец убрать но строго параллельные вот эти движения так все заусенец убрали он перебрался на так аккуратненько вот так камушком по всему лезвие так вроде все вот и не снимая его тогда на вторую сторону только здесь мы значит затачивали так а полировальный круг мы его вот так переворачиваем наоборот да так единственное я хочу найти что все таки я маркер возьму потому что сейчас объясню почему дело в том что вот этот полировальный круг можно как бы не то что не заметить а вот я маркером отмечаю так и теперь я на полировальный круг он может не совпасть вот крепление здесь вот это вот может не совпасть поэтому мы его тоже сейчас протестируем как он будет цеплять что то пока не видно так не видно не видно мы сейчас тогда вот так сделаем да нифига он то есть идет сверху сверху то есть вот эту вот штуку всю нужно оцентровать значит ну что нам сделать нам нужно чуть-чуть поднять здесь есть специальные шайбочки то есть все ну как бы со временем все это быстрее я понимаю будет но сегодня сегодня значит так быстро не получается потому что все это как говорится в первый раз так сначала мы ну какую-то потоньше шайбочку значит берем вот эту вот шайбочку и вставляем вот сюда то есть фактически чуть-чуть приподнимаем нашу конструкцию так и снова пробуем так и смотрим о вот теперь ушло то есть вот одной шайбочки достаточно то есть нужно вот так все время время так шайбочку мы откладываем сюда она пригодится для второй вот этой так ну полировка 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 так заусенец заусенец сюда вроде выйдет ну давайте еще на всякий случай несколько раз а на так ну вообще интересно под микроскоп под микроскоп что там происходит ну кромочка мне понравилось о чем достаточно быстро это идет станок оборотистый так все одно мы то есть все надо приспособить то есть я начал угол раскручиваете уже раскручивать так все вытащили значит эту штуковину уложим и зажимаем вторую так 7 проходов ну такое все совсем гладенькая и принципе такое удобоваримое ну все как говорится вот очень быстро получается так я сейчас вот кромочку это поближе покажу вот так кромочка очень симпатичная так вот вот заусенцы я плохо чувствую вот от особенно вот такие тонкие заусенцы которые ну которые совсем от тонких камней так теперь они практикуют сделать вот так раз и убрать заусенец то есть срезать его вообще не совсем правильно я практикуют вот на одной от полировал и заусенец убрал потом вторую то есть я уже нарушил технологию ну ладно так теперь берем материал вот он резал так убегал прижимать надо было сейчас попробуем без прижима он без даже режет так ну гораздо интереснее стало так где гораздо интереснее стало так надо как-то наверно иначе плохо видно самое главное пальцы не резануть ну принципе нормально я кухонных ноешь то есть буквально какие-то мгновение и все и ножницы готова так ну все потом подойдет станок значит будут еще ножницы вот конвексные японские кабинетию поэтому